Всем привет! Сегодня хотел бы поднять такую большую и серьезную тему Какое наследие мы должны оставить нашим детям? Вчера я проповедовал у сильного пастора Андрея Коваленко на лидерских И я показывал о том, что как надо завоевывать этот мир И я показывал, что мы только еще в начале И там ребята очень много, бывшие освобождены от наркотической зависимости Я говорю, что вы должны сейчас уже начать думать, что вы оставите детям и куда вы дальше пойдете Вообще эта поездка оказала на меня большое такое событие Мало того, что мне удалось послужить, но я и сам очень много для себя взял Я был в Мариуполе и встретился тоже с одним выдающимся пастором Геннадием Махненко Для меня он очень, я его уважаю Хотя мне уже начали говорить о том, что он не совсем-то уж и такой-то и гладкий, что он делает ошибки Ну что ж, на мой взгляд он делает поступков веры, героических поступков намного больше, чем те ошибки, которые вы называете Итак, продолжим Я хотел бы сегодня поговорить на тему, какое наследие мы должны оставить детям Есть несколько моментов, которые мы должны заложить в себе и заложить в детей Мы сейчас живем в достаточно непростое время Что в Украине, что в России народ очень сильно беднеет Народ буквально в смысле попал в рабство Народ находится под политическим гнетом Я бы сказал бы, даже на мой взгляд Мы возвращаемся в 37-й год лично в России Где нету судов, где нету милиции Да по сути где-то нету законы И где поднимается просто на все полицейский режим Людей садят, людям пишутся уголовные дела Священников обвиняют в разжигании экстремизма и терроризма И людей начинают запугивать Так вот, давайте посмотрим на Библию Все же время, всегда надо понимать причину, почему это происходит И если мы посмотрим на Библию, то мы увидим следующее Что иудеи периодически попадали в рабство Сильное рабство, и Библия говорит о чем? А почему они попадали в рабство? Потому что они отпустили завет с Богом Потому что они переставали полагаться на Бога и зависеть от Бога Потому что они решили устраивать свою жизнь И в итоге, в конце концов, они попадали в рабство Конечно, многие это скажут, типа, мистически Да, конечно, Бог мистический Но я хотел бы вам и практическую сторону сказать Вот, например Если ты говоришь, это моя семья, это моя жена То с таким положением мысли ты совершаешь большую ошибку Если ты понимаешь, что это семью, которую тебе дал Бог И жена это Божья Твое отношение к семье и твое отношение к жене будет совсем другое То есть ты будешь благодарен Богу за то, что Он тебе дал И будешь относиться и к жене, и к семье Как подарку, как дару, которую надо хранить Также надо и относиться к фирме Если ты говоришь, это моя фирма, это моя прибыль, это мои подчиненные Здесь именно греховный стиль мышления На самом деле, эта фирма обречена на провал Или будет жить до тех пор, пока у тебя есть силы и жизнь Но грандиозного успеха этой фирмы не достигнет Но если ты будешь в своем голове и вообще в жизни говорить Что эта фирма, она принадлежит рабочим Они работают Эта фирма принадлежит моим клиентам Потому что мы делаем то, что хотят клиенты То тогда у тебя совсем по-другому изменится понятие к рабочим Понятие к клиентам, команде И у тебя профессионалы не будут уходить И люди будут достойные зарплаты И люди будут так же относиться к твоей фирме, как к своей Также и про церковь Если церковь, пастор говорит, это моя церковь Друзья, церковь, она принадлежит вообще не пастору Церковь, она принадлежит Богу Церковь, она принадлежит Божьему народу И поэтому в нашей церкви и день рождения, и свадьбы, и всякие тусовки Может в любой момент именно Божий народ провести и собираться И поймите, если Божий народ знает, что эта церковь принадлежит им и Богу А то они будут заботиться о церкви, будут ее убирать И будет все необходимое сделать И церковь еще раз, опять же, принадлежит Богу И ее главная задача совершать всемирную организацию Так вот, так же и со страной, друзья мои Страна, если она принадлежит президенту Если вы говорите, что вся власть от Бога, это президент, принадлежит и кучки олигархов То, естественно, вы должны понять, что вы должны стать халуями, холопами этих людей И обрабатывать их, и не жалуйтесь, что, как говорится, у вас приходят Но вы можете, конечно, у этих халуев стать полицейскими То есть, оббирать свой народ и служить этим господам Чтобы они давали вам больше, чем едят обычные люди Но если вы понимаете, что Господь дал землю вашему народу Господь дал землю украинцам Господь дал землю русским И это наша земля И она принадлежит Богу и нашему народу То тогда у вас совсем будет другой момент И вот именно поэтому идеи попадали в рабство Потому что они замыкались на себе, на своих богатствах Переставали проповедовать и теряли свою землю Если ты перестанешь ценить семью, ты потеряешь семью Если ты перестанешь правильно думать о бизнесе Что Бог тебе дал бизнес для того, чтобы ты служил своим рабочим Служил своим клиентам Ты однажды его потеряешь Если ты потеряешь в своем разуме, что церковь это твоя церковь И Божья церковь И она создана для евангазации мира Ты потеряешь Бога И также ты теряешь и страну Поэтому очень важно иметь правильно первое мышление Все-таки, чтобы не попасть в рабство Надо для себя ответить вообще То, что это есть Правильно задать вопросы и правильно получать ответы И для этого, когда ты вот в этом мышлении получишь правильный ответ Это первый твой признак тому, какое наследие ты оставишь своим детям Какое наследие ты строишь здесь на земле И иудеи, когда брались за завет И начинали то самое проповедовать Правильные слова Божьи говорить свою жизнь И правильно их исполнять То тогда приходила свобода Если сегодня каждый начнет проповедовать И говорит, Господня земля и все, что наполняет ее Бог создал человека свободным Ни один человек не должен подавлять другого человека Неверные весы мерзость в глазах Господа Если каждому мы начнем это проповедовать Друзья мои, алиерархический створ рухнет Если ты правильно начнешь проповедовать по поводу своей семьи Правильно относиться к своей жене Ты кость от кости моя Ты плоть от плоти моя Ты дана мне к Господу Если к бизнесу будешь относиться Не как ободрать клиентов И меньше заплатить рабочим А так, чтобы клиенты были довольны И рабочие любили твое место Эта фирма будет процветать Ну и конечно, самое главное Я хотел бы сказать про церковь Друзья мои Это ваша церковь И Божий народ должен Сказать, это моя церковь Которую дал мне Бог И она должна проповедовать Евангелие до края земли И я все положу для того, чтобы моя церковь Которую дал мне Бог Эту миссию исполнила И это первая мысль, которую я хотел сказать Какую мысль мы должны оставить своим потомкам Что мы должны построить И какое мышление мы должны оставить своим потомкам Это первый путь к свободу И первый путь к финансовому успеху Пусть Бог благословит вас Ставьте, пожалуйста, ваши комментарии Делайте перепосты Я сейчас нагружусь в Днепре Вы можете благословить меня Если вам это слово понравилось А кофе можете перекинуть На счет, на карту какую-нибудь сумму Всего доброго